А я не тренировался. Если я пойду в туалет, то там услышат меня соседи. Если я буду в подъезде тренироваться, то меня и забьют гопники. Да, у тебя реально нет возможности, поэтому бросай, просто еще немножко полежи на диване. И я хочу нанести мощный удар по этой мысли. Здравствуйте! А я Дмитрий Трофимов, и сегодня у нас новая клевая тема. Тренироваться можно везде. У кого-то сразу идут ассоциации. Дима говорит, тренироваться можно везде. Он говорит о физической нагрузке. Это какой-нибудь тренажерный зал или что-то типа того. Нет, тренироваться я сейчас говорю именно о навыке, которые вы решили внедрить в свою жизнь. Чтобы решить проблему, либо закрыть цель. Поэтому сегодня мы об этом поговорим. Давайте пример. У меня есть словесная импровизация, практика. И ко мне записывается ученик и начинает тренироваться. А потом через неделю ко мне приходит и говорит, Дим, а я не тренировался. А не тренировался я, потому что у меня слишком много дома семьи. Дети постоянно бегают. Мама там еще бывает иногда приходит к нам. Жена. И вот я не знаю, где тренироваться. Если я буду перед ними тренироваться, они меня засмеют. Если я пойду в туалет, то там услышат меня соседи. Если я буду где-нибудь там, не знаю, в подъезде тренироваться, то у меня и забьют гопники. Я не знаю, где тренироваться, Дима. Поэтому я не буду тренироваться. Поэтому давай пока. Всего хорошего тебе. Но не получилось у меня. И он уходит. Как бы я должен согласиться, сказать, ну да, чувак, у тебя нет возможности. А на самом деле его ум создал сложность. Он сказал, что да, у тебя реально нет возможности. Поэтому бросай. Просто еще немножко полежи на диване. Посмотри еще один сериальчик. И не нужно решать проблему, что ты не можешь, например, рассказать какой-то потрясающий тост. И ты все время нервничаешь в этот момент. И не нужно решать проблему, что ты с друзьями все время молчишь. Они говорят, а ты не знаешь, что сказать. Или истории у тебя не появляются. Хотя так хочется сказать, не надо. Просто полежи на диване и посмотри сериальчик. Потому что негде тренироваться. И я хочу нанести мощный удар по этой мысли. Потому что тренироваться вы можете везде. И ваша задача не сдаваться, а искать такие возможности, где можно потренироваться. Давайте пример словесной импровизации. Не получается дома. Ну что ж поделать, да. Вот такая жестокая семья будет кидать помидоры. Выходите на улицу, берите смартфон. Не нужно с кем-то там общаться. Не нужно звонить какому-нибудь Михаилу и говорить. Михаил, мне нужно с тобой потренироваться. Просто возьмите телефон. И начните говорить телефон. Как будто вы что-то говорите. А в этот момент вы будете тренироваться. Бывают такие места в городе. Там нет людей. Там вообще люди почти не ходят. Потренируйтесь там. Я делал так же. Например, когда я шел на свидание с девушкой, я специально приходил раньше. И я находил какое-то место определенное в центре города. Ребят, я находил такие места, где не было людей вообще. Я там останавливался и начинал свою тренировку по словесной импровизации. Я всегда находил возможности. Например, я шел к другу. И там была такая тропинка. По этой тропинке я шел к другу. И в этот момент я тренировал словесную импровизацию. Я все время искал такие возможности, где я мог потренироваться еще больше. Чтобы еще больше прокачать этот навык. Потому что для меня это было важно. Это же словесная импровизация. Но есть и другие какие-то определенные практики. Может быть это не только у меня практику вы записались. Но там тоже какой-то навык. И вы тоже можете подумать, как вопреки тем обстоятельствам, которые не позволяют вам тренироваться. Хотя бы где-то, но начать тренировку. Напоминайте себе, что возможность тренироваться у вас есть всегда. Просто эту возможность нужно найти. И вы задаете себе вопрос, где я могу потренироваться? А где я еще могу потренироваться? Вопреки вот этой сложности. Все-таки где-то же получится. Еще пример. У меня есть практика по мышлению. Там определенные мысли нужно думать, внимание направлять. И вместо того, чтобы мне написать или сказать. Дим, у меня весь день запланирован был. Я так работал много. У меня некогда было даже твою практику запустить. Ребята, там всего лишь 5 или 10 минут в день нужно было. Нет у него времени. Он очень занят. Все сложно, Дим. А потом оказывается, что у него очень много времени. Например, он едет в общественном транспорте и смотрит на голубей. Живет жвачку эту мыслительную. Смотрит на девушек. Посмотрел на какой-то автомобиль и подумал, как интересно. Жалко, что у меня не будет такого автомобиля. То есть, он жует жвачку, а вместо этого он мог поработать со своим мышлением. В общественном транспорте он едет, например, минут 30. 30 минут, когда можно реально потренироваться. Почему бы и нет? Включает мыслительный процесс. Начинает правильно направлять. Включает состояние спокойствия. Всегда есть возможность. В обед мог потренироваться. После работы, когда идет в магазин, мог потренироваться. Но нет. Вместо этого он начинает опять продолжать думать о каком-то бомжике, который он видел сегодня утром. И у него опять смысл бытия включился. У вас много свободного времени, когда вы можете потренироваться. То время, когда вы, например, пошли в туалет. Когда вы моете посуду. Когда вы лежите и смотрите сериал. Когда перед сном вы смотрите смартфон. Или утром проснулись, опять же бежите в смартфон. Когда идете к другу. Когда друга ждете. Когда кто-то опаздывает. Когда вы куда-то едете. Когда ты ешь, пьешь, куришь, когда идешь в кино, когда ты брови хмуришь, когда тебе смешно, когда лежишь в больнице, когда лежит твой друг, когда летят с юга птицы, когда летят на юг, когда идешь из того мастера, когда берешь твой дом. Ну не важно, кто ты, где ты, но ты должен, должен помнить, что... У вас есть свободное время, которое вы можете использовать. У нас две установки. Тренироваться можно везде и у вас есть свободное время, в которое вы можете потренироваться. И очень показательный пример, что тренироваться можно по ходу и продолжать тренироваться, несмотря ни на что. Я посмотрел недавно фильм, называется Убойный футбол и подчеркнул для себя много полезной информации. Может быть потом я более подробно об этом расскажу, но сегодня я хотел бы один момент описать. Там была ситуация, где главный герой рассказывал будущему тренеру, ну не буду спойлерить, рассказывал в общем-то человеку о том, что кунг-фу это не просто кунг-фу, это не просто драки и мордобития, это еще и состояние спокойствия, это еще и гимнастика, и это можно также каким-то образом использовать в жизни, а не только постоянно кого-то избивать. И вот он это все рассказал, а потом ему нужно было дальше идти делать свои дела. У него там работа, он мусорщик, он собирает мусор, сдает этот мусор и получает за это деньги. И вот после того, как он это все рассказал, он берет этот мешок огромный мусора и идет сдавать этот мусор. И одновременно с этим, когда он работает, когда он делает какие-то свои дела, он продолжает оттачивать свой навык. Посмотрите, он продолжает тренироваться, когда работает, он продолжает поддерживать свой навык, улучшать качество своего навыка. А потом ему на пути встречается человек, который просит ему помочь холодильник закинуть наверх и он помогает. Он тот навык, который он уже оттачил, применяет благодаря своей ноге, он зафигачивает этот холодильник наверх. То есть вопреки тому, что он фактически бомж, он продолжает дальше тренироваться. Ребят, вопреки всему вот этому, вы представляете, это очень важный навык тренировка по ходу дела. И опять же, время для тренировки можно всегда найти. И на сегодня у меня все. Надеюсь, я смог вам передать эту информацию. Самое главное, подпишитесь на мой канал, если хотите еще больше получать видео. Я же вижу, что вы подписываетесь на мой канал, значит видео будут выходить еще. Также у меня есть телеграм-канал, он здесь будет внизу, ссылка. И обязательно, конечно же, зайдите в мой паблик, там тоже очень много полезной, классной, потрясающей, великолепной. Ну, просто полезная информация. И на сегодня все. Продолжайте тренировку. Продолжайте тренировку везде, где только возможно. Используйте то время, которое у вас есть. Не тратьте время зря. Тренируйтесь, ребят, давайте. Я знаю, что у вас точно все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!